Продолжение следует... 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 И пока что вернёмся на порт номер 3. Матч. Матч Ильи Карпула. Ильи Старкова. Да, счёт всё-таки на хором портил. Чёт всё-таки. Чётко защищается Карпов. Эмоциональное напряжение на порте номер 2 нарастает. Даниил Кокнюк не справляется с волнением, расстроен. Только что в розыгрыше он был из сетки и его отвёл украинский спортсмен. Чёткую атаку проводит Илья Сарахина. Илья Сарахина за него. И берёт очковку. Не попадает в первую ночь. Илья Карпов. Ошибается по длине Илья Карпов. Сантиметр Аут был небольшой, но он был. Илья расстроен. Но был опытный спортсмен и вернётся в ночь. И мы в этом верим. Какой теннис демонстрируют спортсмены. Гейм берёт Илья Сарафин. Делает брейк. Делает обратный брейк. Делает обратный брейк. И вибрид. С счётом 2-1. В это время на первом корте завершился матч между Даниилом Кокнюком, Беларусь и Александром Депиным. В двух сетах победу одержал Александр Депин. Украина. На третьем корте подаёт Илья Сарафин. На третьем корте подаёт Илья Сарафин. И 0-15. Видимо двойная ошибка была. Мощными ударами орумируются спортсмены. И Сарафин ошибается, выполняя удар соцкока. Ноль тридцать. Не проходит Илья Сарафин первый мяч. Резанный удар выполняет Сарафин. Первый раз я увидел в исполнении в исполнении Сарафина резанный удар, но он принёс очко. Карпов ошибка выполняет. Чётко скручивает Сарафин. Решил немножко поменять историю Сарафин. Но не хватило. Немножко, видимо, вращения. Мяч опускается до сетки. fascinating В 15.40 было на подаче Сарафина. 15.40 было на подаче Сарафина. Такое ощущение. Карпов держит мяч. И добиваются ошибки садачьего. О-2. Мы видим, как игрокартов свойственны в манере, четко, меняя ритмы, играет то просто, то мягко, кто выполняет какие-то горки, он добивается, добивается ошибок соперника. Подставочку принимает сарафер, карпор не торопится. Сарафин оказался на высоте, четко прочувствовал ситуацию и технически безупречно выполнил укороченный удар. Причем на грани пола, потому что если чуть менее острый был бы укороченный удар сарафина, то карпов доставал бы этот мяч. Ну, выполнив удачный удар, Кудзи ошибается с отскоком. Карпов безупречен. Карпов безупречен из сетки, ему нельзя давать никаких шансов. Карпов зарабатывает очередной очко. Идет линии первый мяч. Сарафин укорачивает. Защищался Илья у сетки. Сарафин в три раза пробивал ему подправок. И четвертый удар оказался результативным. Обводка удалась. Очко зарабатывает Илья сарафин. В ночь проходит у Карпова первый мяч. И, видимо, счет ровный. Не проходит первый мяч у Карпова. Не бесспорное решение Ильи Карпова. Судья в такой момент не смотрел. Чисто визуально. Ну, складывается впечатление, что мяч зацепил. Ну, детский теннис. Трудно назвать то, что мы видим детским теннисом. Но, судья на вышке отсутствует. Карпа вдаёт двойную. Ровно. Непонятно. Непонятно. Не проходит первая унильги. Но вторая безупрежденная. Мягкий мяч бросает Карпова. Ровно на манере. Сарафин выполняет укороченные мяч. И безупречен в обводке сарафин. Нужно понимать, что украинский спортсмен понял, что просто отсиживаться на задней линии в игре с Карповым не очень верная стратегия. И он начал тащить соперника вперёд на укороченную мячу в последующий разводник. И можно отметить, что уже как минимум два таких мяча важных он выиграл таким образом. Причём выиграл сам, не дожидаясь ошибки Карпова. Выиграл сам, не дожидаясь ошибки Карпова. Три-два украинский спортсмен. Впереди третий решающийся. И он не проходит первый мяч. Вторая безупречная. Он ошибается по длине Карпова. Ещё раз, уважаемые друзья, напоминаем, что все права на комментарии к данному матчу принадлежат Борису Старику и не могут возглежаться к копированию, либо распространению без его согласия. По 15 на подачу сарафин. Очень интересный, очень интересный матч. Очень интересный матч. Кто же окажется сильнее в противостоянии российского и украинского теннисистов? 15.30 на подачу сарафина. Выпускал две ошибки. Назвать их невынужденно нельзя. На эти ошибки вынуждает Илья Карпова. Сарафин спокойно держит мяч, понимая, что у меня вновь укороченный. Но укороченный игрался от задней линии, был не таким острым. И Карпов безупречно разобрался с этим мячом. Прошла у сарафина красная подача. И сарафин выигрывает очко. Очень важный гейм. Очень важный гейм на подачу сарафина. Потому что мы с вами, друзья, должны быть уверены в том, что Карпов не отпустит. Уходит с двойного брейк-поинка сарафин, подает косую, спокойно вкручивает в другой угол площадки. Убирает косой короткий. Карпов усиливает. Два мяча сарафина в боковую линию. Выбивает Карпова в левую сторону площадки. И потом он ищет. И идет первая подача сарафина. Порой мяч безокречен. Карпов решает усилить и ошибается. Это не свойственное пеннисисту. В такой ситуации, на такую мяча, как правило, он не рискует. Но тут он решил пробить. И ошибся. И ошибся. Таким образом... Таким образом мы видим, что счет третьего решающего сета 2-4 на подачу Карпов. Подачи такое ощущение, что не было. У нас сарафин принимает решение, что мяч под палку. Укорачивает сарафин. Какой теннис показывает спортсмены. Парагинник сыграл безупречную комбинацию. Сникчил Карпов, заставляет его ударить. Но Карпов оказался на чеку. В такой хитрой игре Карпов, как очень опытный боев, чувствует игру. Игру и перенегирует сарафин. Проходит... Проходит первый мяч. Но... Сарафин принимает решение, что... Заворванг. Заворванг. Севка. Второй мяч. Спорт входит сарафин. Пробивает. Ночь играет укороченный. И... Зарабатывает очко сарафин. Пробивает. Не проходит у Карповой первая подача... Втораяosка трешеньяя. Не ошибается сарафин. Карпов беремミ. Счет 4-3 на решающем сети в пользу украинского спортсмена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова